Добрый день, мои дорогие! В этом видео поговорим о пяти правилах безопасного введения ботулотоксина. Не только безопасного, но и максимально эффективного. Итак, первое правило. Наши мышцы берут начало на надкоснице и вплетаются в кожу. И вводить препарат необходимо от подвижной части кожи в сторону фиксируемой части, которая крепится к надкоснице. Таким образом, распределяя препарат, мы его равномерно расходуем. Он идет полностью на решение нашей задачи и теряется риск распространения препарата на те мышцы, которые нам в данном случае нежелательно, чтобы они у нас были под воздействием ботулотоксина. Второе правило. Мимическую динамическую пробу. То есть, когда мы нашего пациента просим поморщиться на улице, мы проводим не только во время того, как мы делаем разметку, но и непосредственно перед самим ковом. То есть, все косметологи сначала проводят эту пробу, а когда мы просим клиента зажмуриться, расслабиться, ставим точки, да, и дальше идем, работаем с препаратом и иглой. Но, повторяя эти мимические пробы непосредственно перед ковом, мы тем самым создаем более эффективное, более точное введение препарата именно в ту мышцу, которую нам необходимо. То есть, мы перед самим ковом еще раз должны убедиться, еще раз на нее посмотреть. Поэтому ничего страшного в этом нет, если вы попросите пациента еще раз нагмуриться и непосредственно перед ковом сделать инъекцию. Это нужно для того, чтобы произвести максимально точный ков, максимально точное распределение препарата. И в глазах клиента, пациента адекватного, кто заботится о себе, о своих результатах, вы проявите больше профессионалов. Третье правило – инъецировать мышцу необходимо в противоположной стороне от возможной диффузии препарата. То есть, если нам нежелательно, чтобы диффузия, диффузия – это подхожное распространение препарата, чтобы диффузия у нас распространилась, например, на область глаз внутрь, то наша задача – ввести иголочку в противоположном направлении от той зоны, где мы не хотим, чтобы он распространился. То же самое и касается с зоной лба, опущением бровей. Когда мы не хотим, чтобы у нас бровки опускались, мы можем предотвратить это в том числе и направлением иглы. То есть, мы идем от этой зоны. Четвертое правило – оно противоречит предыдущим учениям по введению фототоксина и говорит о том, что мы вводим препарат не под углом 90 градусов, а вводим препарат еще, меняя угол наклона в зависимости от направления мышцы, от толщины кожи. И таким образом мы идем работаем именно с мышцей. Когда у нас короткое расстояние, мы насквозь идем. Это очень коротко, и тем самым мы теряем эффективность. Мы можем не контролировать полностью процесс блокировки мышц. А когда мы вводим по мышце, немножко меняя наклон, опять же, для того, чтобы определить, где у нас мышца, мы просим клиента еще раз нахмуриться, зажмуриться и видим, да, где она идет. И меняем угол наклона таким образом, чтобы он шел именно по мышце, но по направлению к надкоснице. То есть, все-таки мы идем глубоко. Таким образом, мы удлиняем этот путь, и работа с мышцей становится более качественной, нежели когда мы вводим препарат перпендикулярно, и тем самым, где-то мышца возьмется, где-то не возьмется, нам нужно идти по. И пятое правило, выполняйте инъекции ботокса максимально медленно. Адекватная скорость – это одна единица действия в одну секунду. То есть, мы вводим препарат никуда не торопясь, для того, чтобы исключить риски распространения препарата на нежелательные мышцы. На те мышцы, которые мы в данный момент не хотим воздействовать, оказать воздействию. Возникает кинетическая сила, если мы быстро даем на поршень, да, и результат может быть непредвиденным. А для того, чтобы точно работать с мышцами, мы делаем это медленно. Поэтому никуда не торопитесь, все делаем аккуратно, спокойно. И все у нас будет хорошо. Желаю вам довольных клиентов, побольше счастливых улыбок от ваших пациентов, от ваших процедур. И, конечно, побольше положительных результатов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!